Всем привет, это Europe Design. Сегодняшний ролик будет про плагин Jetpack. Если вкратце сказать, то Jetpack это плагин, который приносит на наши WordPress установки фичи сайта wordpress.com, то есть та мультисеть WordPress сайтов, которая поддерживается компанией Automatic и монетизируется ей же. Актуальная версия плагина на момент записи 3.7.2, ну то есть мажорная версия 3.7 и .2 это просто всякие security фиксы, которые были там добавлены в ближайшие пару недель. Давайте посмотрим на их лендинг, то есть вот так это выглядит по сайту, по адресу jetpack.me. Пашвордпресс упрощенный, то есть Jetpack бесплатный плагин, который вам позволяет сфокусироваться на том, что вы делаете лучше всего, создаете, публикуете хороший контент. Здесь нам показывают о том, что у них есть встроенная статистика, есть целое приложение на телефоне, которое позволяет нам разное всякое делать с сайтом, там обновлять плагины и так далее, то есть централизованный дашборд для управления сайтами. Производительность изображений, ну я вам так скажу, у них есть CDN-ка целая. И здесь небольшое количество цифр по поводу всяких разных других штук. Вот Photon, это их CDN-ка с изображением, 29, ну почти 30 миллионов изображений они уже передали. Если я правильно, да, да, это миллионов. Protect, это их фича, которая защищает от бродфорс атак, она отразила уже 1,7 миллиарда атак. И Publicize помогла опубликовать уже 2 миллиона всяких сообщений, это их фича, которая позволяет публиковать контент в разных соцсетях. Давайте мы по порядку будем их рассматривать, на самом деле они все очень простые. Я здесь на локалке, у меня никаких плагинов кроме цветовых схем не установлено, просто чтобы брендировано это было. В графе плагины добавить новый уже есть Jetpack, потому что это официальный плагин от Automatic, и они здесь пиарят все, все плагины, которые так или иначе им близки. Непонятно, почему здесь нет WooCommerce все еще, с учетом того, что они купили WooThemes, но вот сам факт вот такой. Нажмем установить, и после недолгих минут ожидания, часов, плагин Jetpack forwardpress.com 372 успешно установлен, начнем активировать. И видим, что на локалке он будет, так во-первых есть сразу обновление, это скорее всего обновление переводов, да, так и есть. То есть Jetpack переводят отдельно от плагина, и видимо перевод уже обновился со времен 372, а сам плагин еще не успел. Если мы просто сейчас в консоль попадем, то появилась графа Jetpack, меню такой, на него жмем, и нам говорят о том, что мы находимся в режиме разработки. Потому что мы на локал хосте, и половина фич на самом деле недоступна. То есть вот они все здесь такие белесые, как фотон, протект, единый вход, отслеживать и так далее. То есть мы не можем их включить. Здесь сразу у нас типа support. И на самом деле Jetpack, как и любой другой плагин, который находится в директории wordpress.org, снабжается поддержкой. Поэтому не бойтесь им писать в случае чего. Если мы посмотрим все фичи, которые здесь по списку есть, то можно посмотреть markdown. Это... Ну да, я их не буду сейчас каждую перечислять. Вот вы видите большинство, ну не большинство, наверное, половина. Половина фич. Они закрашены, потому что я нахожусь на локал хосте. Я не буду долго находиться на локал хосте, просто потому что удобнее показывать этот плагин все-таки на живой установке. Я сейчас на вебсайне.ру зайду, где я тоже этот плагин установил, но не активировал. Давайте его нажму активировать. И здесь у нас будет совсем другая история встречать. Везде будет вот такой вот баннер сверху, типа Jetpack почти готов к работе. И теперь его подключите, то есть даже если мы... А нет, я думал на главной консоли он здесь тоже будет. А нет. Jetpack, он нам говорит, пожалуйста, подключите Jetpack. Для того, чтобы его подключить, нужен аккаунт на wordpress.com. К счастью, у меня такой есть, поэтому не постесняюсь его подключить. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я, кстати, перед тем, как готовился к этому видео, зашел туда к себе на wordpress.com и вспомнил, что вообще довольно-таки давно я уже использовал Jetpack на многих коммерческих проектах. Там половина сайтов уже нет. Я их все отключил, потому что... Половина сайтов просто не существует. Наполовину я уже отключил Jetpack. Потому что так или иначе, на самом деле, я немного против его использования. Bad getaway. Вот и такое бывает. Это называется «Пишу вживую». И это называется Jetpack. Настолько хорошо ускорил мой сайт, что уронил WPS. Так, новые возможности централизованного направления сайта. Управлять несколькими сайтами с помощью... Да, кстати, вот и появился Jetpack. Я же знал, что он появится. Активировать. Да, я сейчас все активирую, а потом все это отключу. Просто потому, что сам-то я Jetpack не очень люблю использовать. Все готово к работе. Теперь вашим сайтом можно управлять на странице wordpress.com сайт с управлением активировано. Давайте сразу ее посмотрим. То есть основная их фича – это вот такой целый дашборд, который позволяет мне управлять разными сайтами. Decades – это мой бывший блог на wordpress.com. Его отвязать никак нельзя. То есть там практически никто уже на него не заходит. Если я сейчас здесь его выберу, то там вон по одному заходу раз в месяц, два-три раза в месяц бывает. И все. То есть здесь у них вот такая статистика, которую на самом деле я с удовольствием заменяю Яндекс.Метрикой и Google Аналитикой. Просто потому, что они более полную картину дают, позволяют раскинуть цели, посмотреть какие-то... Ну особенно новая Яндекс.Метрика, там большое количество дефолтных отчетов по переходам с разных соцсетей, с поисковых систем. Google Аналитика позволяет смотреть именно штуки, которые по каким запросам переходят из Google. То есть они, конечно, не взаимозаменяемы. Если мы говорим в этом обзоре о конкретных заменах для разных фич, то Google Analytics by UAST, есть такой плагин, он вот здесь прикрепляется. Я его использую для того, чтобы не встраивать вручную код Google Аналитики в футер, а просто вот он сам все собирает, использует последние версии API и вообще. То есть, ну, плагин прям хорошо поддерживается, за ним следят. И плагин Яндекс.Метрика от Константина Ковшинина, он мне позволяет тоже просто запилить код Яндекс.Метрики. То есть вы его туда вставляете, он его в футер кидает и все. На самом деле, в будущем я планирую это все сам подключать, просто чтобы сэкономить JS-запросы, как-нибудь их... Ну, в смысле, сэкономить-то их, конечно, не удастся. Отложить их в загрузку, там, на секундочку и так далее. Лейзи-лоднуть эти скрипты, чтобы они не влияли на первую загрузку страницы, но это все уже, конечно, не относится к теме. То есть есть здесь статистика, сейчас Александр Гончаров в описании.ру. Мне интересно, почему он не подгрузил какую-нибудь иконку, типа фав-иконки. Я, честно сказать, не знаю, какую он здесь должен подгружать. Может быть, ее нужно вручную как-то смотреть, но тем не менее. Кроме этого, в этом дашборде можно опубликовать посты. То есть если я сейчас нажму на блокпост, то он с помощью JSON API какое-то время будет подгружать те посты, которые у меня уже есть. То есть вот они. Можно написать новый с помощью их редактора, который... Ну, на WordPress.com уже давно свой редактор. То есть раньше он был точно такой же, как в админке WordPress. А сейчас он немного отличается. Мы в каком-то из подкастов рассматривали, что здесь и как. То есть, в принципе, суть примерно та же самая, но выглядит немного по-другому. То есть... Ну, я сейчас не буду, естественно, ничего публиковать. То же самое со страницами, с темами, кстати говоря. То есть можно из этого универсального дашборда все сайты менять и обновлять где-то какие-то темы, смотреть. То есть самое важное это обновлять. Можно централизованно обновлять темы и плагины, не заходя в админку каждого сайта. Еще бы это все быстрее подгружалось. На самом деле, было бы вообще прекрасно. Но я так понимаю, он сначала это закэширует как-то, а потом уже будет все подгружаться очень быстро. Не знаю. Горем по валам, после перезагрузки страницы подгрузилась. То есть вот у меня Genesis. Дочерняя тема для Genesis, которая у меня. И 2015 просто на всякий случай. Видимо, чтобы меня через него взломали в случае чего. Там эти темы, тут иметь их дефолтные, регулярно правят на количество... Точнее, на наличие XSS инъекций, хотелось бы сказать, XSS уязвимости. В принципе, очень большое количество вещей, в том числе плагины. Сейчас вот только плагины подгружу и все. Можно тоже с помощью этого плагина, с помощью Jetpack обновлять, отключать. Можно, кстати, вот здесь, где Jetpack, сделать дисконнект и отконнектиться именно от этого сайта вот таким способом. Еще это можно сделать, очевидно, сделать в настройках. То есть тут вот дисконнект сайт, тоже есть такая кнопочка. А, кстати, работать с юзерами отсюда нельзя. Почему-то нужно именно переходить в vp-admin и колдовать оттуда. То есть вот такой вот у них центральный дашборд. Я думаю, что никаких других вариантов даже... Может быть, они периодически будут добавлять какие-то сюда новые фичи, но вот я так смотрю и, в принципе, практически все, что здесь есть, никакого другого функционала в WordPress и не позволяет использовать. То есть, да, план фри. Здесь есть несколько разных. Тут, типа, делать бэкапы с WordPress, следить за тем, чтобы там вас не взломали и так далее. То есть у Jetpack есть несколько вариантов монетизации. Ну, потому что зачем бы еще компанию Automatik было его создавать. Ну, ладно, перейдем к непосредственно фичам, которые этот плагин нам предлагает на нашем сайте. То есть, ну, мы поговорили про уже админку. И сейчас я здесь, смотри, другие функции Jetpack нажму. Чтобы все было понятно. JSON API. Без этого JSON API не будет работать ни вот эта вот удаленная консоль, ни приложение на телефоне. Оно тоже работает через JSON API. И на самом деле является просто... Ну, не просто, оно нативное, конечно же, но оно полностью дублирует функционал той вот консоли, которую мы на WordPress.com только что смотрели. То есть, если я его здесь деактивирую, то оно не будет работать. Повторную активацию можно выполнить, бла-бла-бла. Вот если я сейчас WordPress.com здесь введу. Так, точка ком. Композиционные знаки. Иными словами, я сейчас это активирую. И если нажму добавить новую запись, то можно будет использовать все штучки Markdown, типа, например, вот таких. Здесь будет цитата. Опа! И он это определяет как цитата. У меня нету отдельных стилей для блок-квоута в этой теме, но как бы вы видите, что он распознал. То есть, заголовок первого уровня. Заголовок второго уровня. Почему он заголовок первого уровня не распознал? Ну, пробел как-то неправильно поставил или что? Не ясно. В общем, оно должно работать как-то это все. Фича Omni-поиск, она здесь в админке находится. Она позволяет искать нам по нашему контенту. То есть, если я, например, пишу заголовок своего предыдущего поста, он мне показывает, что есть запись, в которой так или иначе отражено, ну, в заголовке, там, в сниппете и так далее. Тут есть страницы, комментарии, медиафайлы, у которых есть такое название, плагины и обратная связь, то есть, поиск по отзывам тоже работает. Это достаточно сильная фича, но не знаю. Может быть, если у вас гигантское количество контента, она вам поможет. Но, опять же, это с учетом того, что вы по полной используете Jetpack, вас это все устраивает и так далее. Фотон, давайте попробуем его активировать. Это их CDN-ка для изображений. И на самом деле, она просто все медиафайлы, которые у вас есть, перезаливает на wordpress.com или на vp.me, если угодно. Загружайте изображение из сети доставки содержимого wordpress.com. Мы кушируем ваши изображения, обрабатываем их нашей высокопроизводительной сети. Ну, в общем, то есть, чистая CDN-ка. Давайте посмотрим, активируется ли она сразу или нет. Я вот сейчас зайду, например, на вот этот пост. И если мы сейчас посмотрим на проверить объект, то я все еще вижу, что она находится на webcine.ru. Как скоро они это все передобавят, я, честно сказать, не знаю. То есть, возможно, я сейчас сделаю редактировать запись, пересохраню это и будет посмотрим. Так, текст. То есть, я сейчас заново закину добавить медиафайл. У меня они там лежат недалеко, я так понимаю. Да, вот он. Да, я сейчас сделаю обновить HTTPS уже. Я пост это писал, когда еще не было HTTPS. Там была относительная ссылка. Теперь есть HTTPS. Давайте нажмем посмотреть. Посмотрим, прошло оно уже через Photon или нет. Вот, не очень прошло. Не знаю я, как сделать, чтобы эта штука работала уже сейчас. Но потенциал у меня, в принципе, довольно-таки большой. Я сейчас вот нажму. Нет, он под прежним обращается к webcine.ru. Может быть, позже приваливается. Может быть, работает как-то по-другому. Пишите в комментариях, если вам удалось заставить работать этот Photon сразу же. То есть, здесь почему-то в описании у них не написано, что нужно подождать какое-то время. То есть, хрен его знает. Вот такая загадка. То есть, я на самом деле, когда им пользовался, там еще даже здесь весь интерфейс был совсем другой. Поэтому я не могу сейчас сказать, как раньше я это включал. Но, может быть, вновь загруженное изображение. Да, я сейчас попробую еще раз это активировать и скажу вам. Даже после того, как я эту фичу активировал, так, нет, не там, залил новое изображение, оно по-прежнему ведет на webcine.ru. То есть, видимо, как-то можно это настроить, но может быть, кэш надо сбросить. Я сейчас попробую сбросить кэш, потому что у меня здесь на V3 Total Cache есть еще хрень. Может быть, он как-то теперь по-другому к этому отнесется. Ссылка ведет на webcine.ru, а само изображение... Нет, туда же. Пишите в комментариях, если вам удалось заставить фотон работать. Это сейчас я не кокетничаю, я не очень понимаю, как вообще это должно происходить. Поэтому предлагаю перейти к следующей фиче. Кстати, я тут по порядку говорил про замены. Типа, чем заменить. JSON, да, аналитики заменить аналитиками. JSON API скоро будет в ядре, то есть, там, плагин vprst API будет работать примерно так же, если сайт, на котором он установлен, к нему можно будет доступиться и получить JSON-ом какие-нибудь посты, там, юзеров и так далее. Markdown, ну, это для контент-менеджеров, конечно, очень популярная фича. Есть просто отдельные плагины, которые добавляют Markdown в WordPress. OmniSearch я не встречал никакой замены, но это тоже хрен его знает. И нужна ли эта фича или нет? Пишите в комментариях, если у вас настолько много контента на сайте, что вам нужен по нему постоянный поиск. Foton, ну, да, бесплатных CDN-ок, к сожалению, нет. Наверное, только Cloudflare приходит на ум, но там нужны DNS-адреса пробрасывают. То есть, там это на уровне веб-сервера все происходит, не просто перенаправление. Поэтому она, конечно, работает покруче, чем этот Foton. Но и платных достаточно до хрена. Max CDN там. Ну, это все в России имеет смысл использовать только русские CDN-ки, потому что в противном случае lag, то есть ping, может превышать время, которое сэкономилось бы на загрузке непосредственно изображения. Фича Protect позволяет защитить от DDoS-атак. Это облачный инструмент предотвращения атак методом перебора. Мы контролируем миллионы сайтов WordPress для выявления блокировки вредоносных IP-адресов. То есть Protect — это один такой большой ботнет, так скажем, все сайты на Protect, которые собирают IP-шники, злоумышленников и обмениваются ими. Если с одного IP-адреса выполнят слишком много неудачных попыток в течение какого-то короткого периода времени, вход с такого адреса блокируется. То есть вот такая вот хреновина. На самом деле основан, да, на брут-протекте, и, видимо, это плагин. Если он будет на сайте установлен, то его отключат. Я привык такие штуки реализовывать на уровне веб-сервера, то есть Nginx в моем случае. Но Fail-to-Ban называется штука, которую можно подключить на вашем WPS-хостинге. Но если у вас что-то обычное, типа нашего любимого шарит-смарт-тейпа, то, наверное, вам эта фича пригодится как нельзя кстати. Я здесь ее, опять же, деактивирую, потому что зачем. Видеопресс — это платная хреновина, которая позволяет заливать видосы на видеопресс, а не на YouTube. То есть вот на WordPress.com можно это оплатить. Зачем хранить видео именно на видеопрессе, понять невозможно. Бесконечная прокрутка. В настоящее время моя тема не поддерживает бесконечную прокрутку, но на самом деле там включить поддержку не очень сложно. То есть там нужно прописать просто какой контейнер у вас. То есть вот ADD Theme Support, Infinite Scroll. Контейнер такой-то, футер такой-то. То есть если мы это включим, то у нас все посты будут подгружаться просто при скроллинге. Я сейчас это сделаю и продемонстрирую. Так, я все подготовил. Теперь попробуем нажать «Активировать» и посмотрим, как это будет выглядеть на самом сайте. Я помню примерно, как это будет выглядеть. Полупрозрачная такая штуковина и подгрузка. Подгрузка у меня аж шрифты не подгрузились. Да, вот сейчас подгрузились. Доскролливаем до низа и работает на WordPress тема «Websign» написано. Но почему-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше почему-то не подгружает. Хотя у меня стоит подгрузка только пяти постов, насколько я помню. То есть технически что-то работает, но может быть не так хорошо. Сейчас я посмотрю по чтению, сколько стоит. На страницах блога отображать не более пяти записей. На данный момент их семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На следующей странице, на следующей странице их еще несколько, их еще семь. Вот, ну вот этот вот футер, который всплывает. Тоже это все заслуга этого джетпэка. Может быть что-то как-то, опять же, коряво работает. Если я сейчас активирую тему «Twenty Fifteen», то там, конечно же, это будет все прямо сразу из коробки. То есть просто, чтобы продемонстрировать, как это. Че, это надо отлаживать. Не в этом видео это смотреть. То есть вот, 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 вот. Все, хоп, вы видели, там скролл отпрыгнул и подгрузил еще больше постов. И тогда загрузил почти до самого конца. То есть я сейчас, конечно, это быстренько уберу, потому что у меня от темы достаточно много зависит. И будем смотреть дальше на фичи. Не знаю даже, какой аналог привести. Это и бесконечные прокрутки. То есть есть AJAX LOAD MORE плагин, который позволяет также подгружать посты по скроллингу или по кнопке. То есть есть похожие решения. Но вот тут, конечно, достаточно так это все унифицировано. Нужно всего лишь добавить ADD Theme Supports. Но не всего лишь, как мы уже видим. Нужно еще что-то добавить. Но тем не менее. Видимость виджета. Такой плагин точно есть. Примерно так же называется только по-английски. Типа там widgets visibility, там widgets page visibility и так далее. У каждого виджета, который есть в наших сайдбарах, есть вот такой параметр видимость. И мы можем смотреть, что показывать на такой-то странице, если там страница является главная страница. То есть тогда этот виджет будет показан. Включая дочерний объект этой главной страницы. То есть если у них какие-то есть зависимости, то это сюда тоже включается. Короче говоря, такой функционал точно есть отдельным плагином. Но если вам нужно что-то типа джетпэка, то можете включить именно вот эту видимость виджетов. Кстати, здесь про виджеты не только об этом стоит сказать. Есть еще дополнительные виджеты боковой панели фичи. Я сейчас даже вот эту оставлю здесь, на этой вкладке. Следующий посмотрю здесь. Там есть такие виджеты, как RSS подписки, изображения. Виджет изображения, кстати, надо отдать должное. Я использую на большинстве проектов. Отдельно называется Image Widget Plugin. В джетпэке он тоже есть. То есть вы можете просто сюда перетащить и сказать, какое изображение из вашей медиабиблиотеки отображать. Причем здесь нужно писать адрес изображения. А в том плагине, который Image Widget, можно прямо оплоадером здесь воспользоваться. Так что не все так круто у джетпэка. Контакты. То есть такой небольшой виджет, который показывает типа заголовок, адрес, телефон, часы. Естественно, по умолчанию никак не стилизован. То есть это вам нужно в теме позаботиться. Но вот такой вот есть. Подписки на блоге. Там RSS и так далее. То есть можно это все по почте и по RSS. Он будет это все собирать. Это тоже одна из таких типа киллер фич. WordPress.com и джетпэка в том числе. Показ постов WordPress. Работает только с другими блогами. WordPress.com или теми, у кого включен джетпэк и джейсон API. То есть вот это, я практически уверен, работает только с джейсон API. Есть поле Facebook нравится. То есть тоже это просто лайк, баттон, грубо говоря, и все. Популярные записи страницы по какому-то алгоритму. Он их выравнивает. Есть дефолтный виджет свежей записи, насколько я помню. Да, вот он здесь. А есть теперь популярные записи. Профиль Gravatar. Ваш. И ссылки на RSS, хронология Twitter. То есть нужны ли вам все эти виджеты сразу от джетпэка или вы их используете как отдельные плагины или вообще на прямой iFrame и пихаете в сайдбар. Это ваше дело. Но фича здесь такая есть. Сплывающие визитки Gravatar. Для тех, кто использует комментарии джетпэковские. То есть здесь они тоже есть. Где они? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Уведомления. Улучшенное распространение. Где-то здесь были их. Их комментарии. Вот комментарии. Чего-то я их сразу не признал. Для тех, кто использует комментарии джетпэковские, можно использовать всплывающие визитки Gravatar. Сейчас давайте посмотрим, как это выглядит. По-моему, на WPT это реализовано. То есть там они используют все такие штуки типа джетпэка. То есть вот я вот так навожу и хоп, всплывающая визитка Gravatar. То есть я такой-то чувак, бла-бла-бла, посмотрите мой профиль. По-моему, только лишний скрипт, который тоже нужно подгружать, который нужно обрабатывать. Нахрен надо. Внедренный шорткод позволяет использовать OMBED шорткоды. И не только OMBED, здесь в принципе все они перечислены. То есть YouTube, несмотря на то, что можно просто кинуть ссылку и он подгрузит YouTube, здесь можно небольшие параметры передавать. То есть если мы сейчас зайдем на Support, то тут написано, какие параметры можно передавать. То есть YouTube, видео, туда-сюда, плейлист, ширина, высота и так далее. То есть это все работает с этими шорткодами. И на самом деле, даже если мы перейдем на CodePen и попробуем его встроить, то он скажет, типа, для тех, кто использует WordPress, можно использовать такой-то шорткод. То есть все OMBED штуки поддерживаются. Галерея в виде плиток. Плитка-мозаика работает с встроенной фичей галереи WordPress. Я вот сейчас включу ее и включу карусель и продемонстрирую, как это будет выглядеть. То есть это какое-то время нужно, чтобы подготовить. С помощью джетпэка здесь появились дополнительные плитки. Сетки, плитка-мозаика, квадратные плитки. Давайте посмотрим, что такое плитка-мозаика в случайном порядке вставить галерею. То есть вот она у нас, дефолтной WordPress галерейкой вставляется, но джетпэк позволяет ее стилизовать по-разному. То есть кроме того, что оно здесь будет вот такими плитками, не очень здесь как-то все это удобно получилось, но тем не менее. Оно еще вот в такую галерею может превращаться. И в этой галереи еще, кроме того, что там надписи, здесь, если бы это была фотография, были бы метаданные, типа снято там в таком-то месте, на такую-то там диафрагму и так далее. То есть кто-то использует другие плагины для галереи, кто-то использует на X-Gen галерею, кто-то что-то другое. Но в большинстве комьюнити переходит уже вот на встроенную WordPress галерею, которая в принципе выглядит совсем не дурно. То есть я сейчас ее уберу здесь, пересохраню, и будем переходить к следующей фиче. Следующая фича называется «Единый вход». После того, как мы ее активируем, на странице wp-login.php, которая, ну, чтобы зайти в наш сайт, можно будет использовать данные WordPress.com. То есть если я сейчас в описании.ru.slashwp.login.php, то появляется вот такая кнопка «Войти через WordPress». Ну и, как вы понимаете, можно это сделать. Да, то есть фича говорит сама за себя. Значок сайта – это то, о чем мы уже говорили в WordPress в обзоре WordPress 4.3. И там я говорю о том, что в кастомайзере теперь появляется. Я сейчас настроить. Открою вам кастомайзер и напомню, как это выглядит. То есть вот здесь есть так. Здесь кроме того, что свойства сайта, цвета. О, господи, у меня здесь еще, конечно, все кастомизировано. Теперь хрен поймешь, где это вообще найти. Нет, это цвета. Это все у меня, это все то, что я… Иконка сайта. Вот она здесь теперь есть. Я перемещал просто немного эти панельки в своей дочерней теме, поэтому небольшой конфуз. Если здесь вы его выберете, то это все будет как ваша фав-иконка или как AppleTouch иконка использоваться. Я на в описании.ру использую плагин BlogIcons, тоже от UASTA. Вот он вот так вот выглядит. И мне он нравился до сегодняшнего момента. В принципе, он мне очень сильно нравился. Здесь тоже можно выбрать, чтобы в админке, причем, отображалась WordPress'овская фав-иконка вот такая. А на фронт-энде была вот моя с кепочкой. То есть, да. Пишите в комментариях, используете ли вы фичу BlogIcons. Точнее, сайт Icons, который теперь добавили в ядро. Потому что почему-то мне кажется, что нахрен она не нужна. Может быть, для унификации, потом в будущем. Но мы, как настоящие оптимизаторы, конечно, предпочитаем все писать самим. И здесь вот этот плагин, он ничего лишнего не делает. Добавляет только несколько этих иконок и все. А все остальное мы в любом случае допишем сами. Все там иконки для Safari 9 и так далее. Следующая фича – это комментарии. Если я сейчас активирую, деактивирую гиперкомменты, которые на самом деле я уже давно собирался выпилить с сайта, потому что они подзадолбали они немного. Кстати, давайте проверим, оно сейчас перебило гиперкомментарии или сейчас там два виджета комментариев, два блока. Нет, не перебило, здесь есть по-прежнему гиперкомменты, но потому что гиперкомменты отвязывают дефолтные хуки обычных комментариев, которым цепляется джитпэк. Поэтому тут, собственно, не мудрено. Сейчас я почищу кэш и посмотрим, у них что здесь будет. Вот так это выглядит. Добавить комментарии можно будет зайти под кем-то. У меня в данный момент в WordPress.com будет несколько разных вариантов. Сейчас я напишу тестовый комментарий. Кстати, здесь есть подписка 403 Forbidden. Видимо, надо как-то настраивать для того, чтобы это работало. Все-то у меня сегодня не то в этом видосе, который я собираюсь назвать Jetpack Definitive Guide. Ну-ка, я еще раз попробую, в принципе, наверное. Потом когда-нибудь погугли. А, я вспомнил, я же отменил vp-post. vp-post-коммент PHP, который лежит прямо в WordPress. Я заблокировал работу с ним на вебсайне.ру, потому что меня дедосили через комментарии. Мне лень было настраивать fail-to-ban, чтобы блокировались айпишники. Поэтому я запарился чистить спам, а кисмит сюда тоже не включил. Поэтому здесь вот такой провал. И это, конечно же, это и была та причина, по которой я использовал гиперкомментарии. Потому что, на самом деле, я-то... Да, мне просто надо было когда-нибудь это все настроить. Я сейчас это деактивирую и деактивирую Jetpack-овские комментарии. Говорить о какой-то замене именно вот этой фичи, наверное, не придется. Потому что на YouTube Design Room мы используем Discuss. Но здесь я использую гиперкомментарии. Кто-то использовал раньше Cackle. До того, как он стал платный. Это такая русская система для комментариев. Но наверняка их достаточно много. Кто-то вообще комментариев в ВКонтакте себе запиливает на посты. То есть такое тоже не изжито. Контактная форма. Вот здесь появляется кастомный пост тип обратная связь. Полное зеркало функционала. Контакт форм 7, который использую лично я. Ну, здесь можно создать какую-нибудь контактную форму. И потом ее на фронт-энд повесить через шорт-код. То есть все предельно просто. Добавить контактную форму. Так будет здесь конструктор. Здесь можно выбрать типы поля и так далее. Добавить эту форму в запись. Опубликовать. И просто посмотреть, как это будет выглядеть. То есть тут посттайп фидбэк P901. Страница не найдет. Прекрасно. Ну, то есть и можно эту контактную форму просто даже на мою страницу обо мне дописать. Дисклеймер. Туда-сюда. Посмотреть изменения. Не буду это публиковать. Тем более, что нахрен это не надо вообще. Вот она появляется. Как вы ее в теме стилизуете, так она и будет выглядеть. Имя, электронная почта, сайт. Можно вместо обязательно поставить звездочку, если у меня не изменяет память. Ну, тут на ваш вкус и цвет. То есть, если вам контакт форм 7 по какой-то причине не нравится, то можно использовать вот эту джетпэковскую. Ну и опять же, это все вопрос того, готовы ли вы интегрироваться вот в эту штуку с WordPress.com, с джетпэком. Потому что, не знаю, мне как-то это все кажется, что Automatic здесь играет немного в корпорацию зла. Хотя на самом деле они просто зарабатывают деньги. То есть это же сделано для тех, кому удобно просто поставить один плагин, в котором будут все фичи и не париться. Короткие ссылки vp.me. Я, честно сказать, не знаю, в чем плюс таковых. Но можно использовать, если мы здесь в редактировании записи нажмем на кнопку получить короткую ссылку, то она будет vp.me, очевидно. И может быть они трафик просто так через себя гоняют. То есть я опять же пытаюсь найти здесь какие-то минусы для нас. Получить короткую ссылку. Вот она, vp.me. Ну, хрен его знает. То есть, ну, во-первых, ссылка реально короткая. Но с учетом того, что обычно в тех соцсетях, в которых вы тоже постите это... Ну, как посты. Постите посты, простите за тавтологию. Например, в Твиттере, ВКонтакте тоже есть сокращалки ссылок в Гугле. То, ну, наверное, это все опять же для тех людей, которые... Которым нужно, чтобы все было в одном плагине. Красивая математика я даже показывать не буду. Возможность писать математические формулы, чтобы они выглядели вот так вот. То есть это использует движок Латекс, который... По ссылке можно ознакомиться с его документацией. Абсолютно не считаю нужным сейчас на этом останавливаться. Любимое. Можно ставить звездочки для ваших постов. То есть лайки, грубо говоря. Вот вы видите такие. Я их опять же покажу на WPTevern, потому что... Какой смысл их мне включать? Виджет поделиться. И лайков он выглядит вот так. Like this. То есть он отдельно... Лайкать можно только, если у вас зайдено под WordPress.com аккаунтом. Поэтому даже вот на гигантском таком комьюнити, как WPTevern, всего 12 лайков. К слову, вот репостов в Твиттере целых 183. То есть, ну, нужно ли это, хрен его знает. Для вашего уютного комьюнити, если у него есть огромная... Огромная реинкарнация, как сказать. Короче говоря, если вас много читают с WordPress.com, то, наверное, это имеет смысл. В противном случае нет. Мобильная тема. Для тех тем, которые поддерживают эту штуку, будет выбрана очень удобная, простая мобильная тема, в которой ничего не напрягает. Я для того, чтобы это продемонстрировать, включу опять 2015. Просто потому, что нужно адаптировать саму тему к тому, чтобы использовалась там мобильная тема, там какие-то айдишники у контейнеров правильные прописать и так далее. Я точно не могу сейчас сказать. Но да. То есть, несмотря на то, что тема 2015, по умолчанию, как вы видите, достаточно адаптивная и красивая, если я сейчас подсуну пользовательский агент iPhone, то мы видим вот такую мобильную тему, джетпэковскую, которая прям... Можно еще... Просмотр полной версии, которая нам покажет непосредственно вот ту адаптивную, которая есть. Короче говоря, дополнительная мобильная версия, если у вас в теме она не сверстана, если ваша тема ее более или менее поддерживает. То есть, на самом деле, это такое... Процент сайтов, на которых это сразу хорошо сработает, ничтожно мал. Но, может быть, та мобильная тема, которую предлагает джетпэк, на самом деле не может быть, а точно, она просто полегче будет, чем... чем какая-нибудь адаптивная, поэтому для каких-то несложных проектов, может быть, имеет смысл ее использовать. Один раз просто придумать, как... Как сделать так, чтобы тема ее корректно поддерживала, и потом ее использовать. Отслеживать. Ничтпэк-монитор позволяет сохранить вкладки на вашем сайте, проверяя их каждые пять минут. При возникновении сбоя вы получите уведомления по электронной почте. То есть, это как что-то типа Яндекс.Метрики, которая на самом деле тоже на почте пишет, что там корявая доступность к сайту, проверьте, бла-бла-бла. Теперь есть такое же с джетпэком. С учетом того, что они дублируют функционал Яндекса по аналитике, в смысле, функционал Яндекс.Метрики, они его и дублируют по отслеживанию, в этом ничего такого сверхъестественного нет. Блог поделиться. Я, кстати, не видел, он есть или нет. Это вот этот. Share this. Ем. E-mail, Facebook, Twitter, Google, Pocket, Reddit. В тот момент, когда я раньше его еще использовал, меня очень удручало, что там нет ВКонтакте. Мне теперь интересно, есть ли здесь ВКонтакте теперь. Доступный сервис и добавить новый сервис. Название сервиса. А, ну, собственно, да. Можно просто добавить самому. Здесь по-прежнему нет ВКонтакте. Но, видимо, можно добавить иконку 16 на 16. Ну-ка. HTTP, vk.com, slash, favicon.eco. Есть ли такое или нет. Название сервиса ВКонтакте. Я сейчас не буду в Контакте. Не буду искать URL, по которому там нужно расшаривать. Как он поймает favicon, мне больше интересно. Ладно, господи. Не важно, пусть будет такой URL. Создать кнопку. Блин, надо будет искать. Ладно, сейчас, секунду. Так, сама favicon.eco доступна по этому адресу. Кстати, адрес вот такой. share.php.url и передаем тот URL, который непосредственно виден на странице. Почему-то он ее тут не создает. Если здесь перезагрузить, то появится в ВКонтакте. Но favicon.eco он не словил. Хрен его знает, почему так. Но вот это да, это одна из тех вещей, по которым у меня все время расхождения были с этой фичей, с этим модулем. Где здесь этот блок тоже не ясно, он может быть на какой-то экшен цепляется, который у меня не используется здесь в дженезисе. Поэтому полезность этого блока очень сомнительна. Я все время использую Яндекс.Поделиться, у них очень удобный XML API, он по производительности уделывает все остальные просто в разы, потому что он не подгружает никаких скриптов, он через XML отправляет на подобные share.php и все. С этим тоже разобрались. Подписки это подписаться на комментарии и посты по почте. Это во-первых и виджет дополнительный, и возможность подписаться к комментариям. То есть вот этот модуль для этого тоже нужен, как вы видите. То есть да, вот это виджет, а вот это под комментариями. Можно деактивировать эту фичу и оставить комментарий, к которым нельзя подписаться, и просто из виджетов тоже это убирается. Проверка подлинности сайта. Это возможность добавить ссылки на разные вебмастера. Google, Bing, Pinterest, я не знаю есть тут Яндекс или нет, давайте посмотрим. Вообще я все такие штуки в плагине WordPress SEO от UASTA прописываю, тем более, что на него я тоже записывал для вас обзор. Там есть все эти поля, в том числе и для Яндекса. Здесь посмотрим, служба Google Webmaster Tools, Bing, Pinterest. То есть Яндекса нет. Видимо, Jetpack не очень ориентируется на российский рынок, на российский сегмент. И на самом деле за это их даже как бы и не стоит винить, просто вот так. Пользовательские таблицы CSS это очень популярная фича в платных премиум темах для WordPress. Например, One, на которую мы тоже снимали обзор, это вообще лучшая премиум тема. Прям всем вам советую. Там есть блок, в который тоже можно писать пользовательские таблицы CSS. Здесь вот такой редактор. Если редактировать CSS, он прямо в хед его подключит. То же самое, кстати, есть и в Genesis. То есть если мы поговорим, то тут есть скрипты в секциях header-footer. Примерно то же самое. Понятно, что это не CSS, но написать что-то можно. Кто-то пихает такой функционал прямо в кастомайзер. А, кстати, может быть, Jetpack тоже это добавляет в кастомайзер. Давайте посмотрим, настроить архив. Нет, нет, здесь нету CSS. Но кто-то иногда прямо в кастомайзере здесь делает отдельный блок, в который тоже можно писать кастомный CSS для вашей страницы. Так, пользовательские типы содержимого. Это, насколько я помню, у них есть портфолио и у них есть что-то еще. То есть если мы сейчас здесь почитаем. Да, у них есть кастомные посттипы портфолио и отзывы, которые нужно, конечно же, отдельно настроить. То есть если я сейчас здесь нажму на настроить, он у меня вот в написании там это. Включите поддержку проектов портфолио для этого сайта. Они здесь появляются, их можно добавлять. То есть даже есть таксономии кастомные типы проектов, метки проектов. Но я так понимаю, для того, чтобы в теме их выводить, нужно смотреть, как это включать. Там через wp-query что-нибудь делать и так далее. Сейчас посмотрим. ADD, так, Featured Image Project. Да-да-да, а как теперь писать? А, то есть по дефолту, видимо, уже оно все сверстано. То есть мы просто используем ShortCode и после этого, да. Написано, что все WordPress.com темы поддерживают так же, как надо. Но вы можете посмотреть, какие другие темы используют варианты. И, да, Page Attributes Template. То есть добавить собственные темплейты. В том смысле, что в страницах выбирать здесь шаблон, который выводит только элементы портфолио. Но тут уже такая кастомизация нужна более или менее серьезная. Ну, хотя бы, я бы не сказал, что уж это очень серьезная. Но нужно быть знакомым с WordPress. Если вы смотрите этот Definitive Guide и вы не очень разбираетесь в WordPress, то, наверное, эта фича для вас будет иметь смысл только если вы используете что-то из стандартных тем. Похожие записи. Вот очень-очень неплохая штука. Ну, про пользовательский тип содержимого я даже не знаю, как тут сказать про замены. То есть это просто работа с Custom Post Types. Вы можете это всегда сделать сами. И тут каких-то плагинов на замену посоветовать я затрудняюсь. Так вот, похожие записи. Это штука, которая после вашего поста будет отображать несколько. Вот, например, три. Три похожих. Показывать заголовок похож. И использовать крупную и эффектную разметку. То есть вот такое. Давайте посмотрим, как будет эффектная разметка выглядеть. У меня здесь. И вообще, будет ли она, опять же, показываться. Или только на 20-15. То есть посмотрим, в этой теме будет или нет. Нет. Какой-то экшен здесь, скорее всего, не работает. Который отвечает за поделиться. И за вот эти все штуки. Нужно смотреть документацию. Смотреть, к какому экшену это все цепляется. И потом все это включать. То есть если я сейчас, опять же, для тестирования сделаю твоим тифифтим. И покажу вам, что из этого получилось. Так, то здесь, конечно же, будет эти related посты. Три штуки. И то нет. Назад. Может быть, это оно. Не знаю. Тут хрен разберешься. Посмотреть все записи. Туда-сюда. Свежие. Нет, здесь нет. Может быть, я сейчас редактировать запись. В некоторых премиум темах можно прям тут выбирать, какие посты использовать. Как похожие. Но нет. Нет. То есть... Пишите в комментариях, если у вас это заработало прямо из коробки. Чего-то мне кажется, что не все с этим так просто. Если говорить про эти похожие записи, то существует такой плагин, называется Yet Another Related Post Plugin. YARP сокращенно. У него очень огромная комьюнити база. Он позволяет писать собственные шаблончики PHP-шные. Кидать их, по-моему, в директорию YARP, как оно там называется. И да, кастомизировать вывод подобных. Там написано очень много разной логики по поводу того, как отбираются эти похожие записи. То есть, если у вас их действительно много контента, то есть там сотни и сотни записи, то именно тот плагин очень удобно будет их выбирать. Там можно будет даже выбрать, типа, а совсем старый не учитывать, а совсем старый это вот такой-то давности и так далее. Он очень неплох. И да, я предпочитаю, опять же, использовать его. Про описание грамматика тут даже говорить не о чем. Он внутри WordPress-ского редактора вот так вот выделяет, типа, вот такую штуку, сервис After the Deadline, который использует искусственный интеллект. Использует ли этот сервис? Кириллицу хрен его знает. На самом деле, Automatic купил этот сервис, я так понимаю. Поэтому они используют собственные штуки, гоняют через них трафик, и почему бы и нет. Публикация. Это одна из фич, которая мне очень нравилась. Когда только я начинал заниматься WordPress-ом, использовал Jetpack, она позволяет публиковать сразу же тот пост, который вы написали в Facebook и в Twitter, больше предоставив какие-то данные. Можно подключиться через них, и потом, по мере того, как вы будете запись публиковать, справа будет блок, в котором можно выбрать, что вот сюда опубликовать и написать это, а туда то. С тех пор я уже значительно более ответственно подхожу к таким вещам. То есть я продумываю, где и как, и что напишу. Для разных аудиторий нужен разный заголовок, там разная заводочка. В разное время нужно публиковать. То есть такой кросспостинг, он актуален, конечно, для каких-то менее комьюнити-ориентированных проектов, чем, например, Europe Design. Поэтому не поможет это нам здесь совсем никак. Так, публикация с помощью электронной почты. Это штука, которую я тоже расп... Раньше она работала через XMLRPC, PHP, который встроен в WordPress. Может быть теперь... Ну, хотя нет, через него, я думаю, и работает. Можно отправлять почту на определенный адрес. И после этого, то, что вы в почте написали, опубликуется как пост. Такая сомнительная штука. Раньше, ну, я боюсь соврать, по-моему, в Twitter можно было постить с помощью SMS. То есть отправлять SMS на короткий номер какой-то такой-то, и это у вас появлялось в ленте. Очень, очень, конечно, такая фича. Мне прям, как человеку, который любит accessibility, любит, чтобы все работало и везде, на любых там скринридерах и так далее, Мне нравится сама концепция такой штуки, что все работает даже в воде, как я это привык говорить. Но нужно ли это здесь с помощью электронной почты? Если у вас уже есть интернет, и вы можете отправить электронную почту, то вы уже можете зайти вот в этот суперудобный дашборд на WordPress.com или с приложения на телефоне этого сделать. Поэтому нужно ли это для того, чтобы... Не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете про такой User Experience, как публикация с помощью электронной почты? А как он, в принципе, будет всякие разметки там различать? Ну, то есть это надо пробовать, думать и понимать. Статистика сайта я вам уже показал, как работает. А, кстати, зря я ее сейчас деактивирую. Надо ее активировать и посмотреть. Там, по-моему, какой-то один заход он отследил за то время, пока мы находились здесь. Кстати говоря, на фронт-энде он показывает это вот этими вот палочками. То есть вот один, это один просмотр, я так понимаю. Не очень богато у меня на веб-сайне заходит, но тем не менее. Кто-то зашел из Яндекса по дабстеп символ поколения. Можно ли посмотреть, по какой фразе зашли? Символ дабстеп. Вот по такой фразе зашли. Не знаю, мне по-прежнему... Можете, кстати, просматривать расширенную статистику на WordPress.com. Давайте посмотрим, что тут такого расширенного. Ну да, здесь написано, из какой страны, какой автор. А, это я сам еще смотрел. Я вроде не заходил. Из Яндекса Search Engines. Ну, короче говоря, он отслеживает, если у меня Зойдина, он это в статистике не использует, в отличие, например, от Яндекс.Метрики. То есть я, когда пользовался джетпэком, мне удобно было отслеживать, не учитывая мои посещения. Это было как-то прям даже интересно. Я не знаю, любить, ну, специалисты по аналитикам и так далее, может быть, меня сейчас поправят и скажут, что можно свои айпичники вписать в Google Аналитику или в Яндекс.Метрику, чтобы он с них тоже не учитывал посещения. Но это уже совсем сильное колдунство, как бы. Да и я сейчас все аналитики подключаю уже только после того, как проект непосредственно разработан. Поэтому, если я туда и захожу, на эти сайты, то исключительно с целью получить какую-то информацию. Поэтому я бы эти посещения тоже учитывал. Уведомления. Пуш-уведомления здесь. И так, посмотреть можно на панель инструментов и на сайте. Да, это вот эти уведомления. На телефоне в приложении тоже приходят уведомления, в которых можно смотреть, что как. Это здесь кто-то комментировал, там, туда-сюда. А, ну это очень давно комментировали. Это очень давно комментировали на разных других сайтах. То есть, можно это, в принципе, выключить нахрен. Оно прямо сейчас даже уйдет. Да, оно просто исчезло отсюда. Улучшенное распространение. Jetpack будет автоматически оповещать сторонние сервисы, например, поисковая система о контенте, опубликованном на сайте. Это увеличивает количество посетителей. Как работает эта фича, понять невозможно. Ну, то есть, она, наверное, по пингам отсылает во все подключенные поисковые системы. То же самое делает WordPress SEO, если я не ошибаюсь. То есть, можно там всякое такое делать. Как, что работает быстрее. Ну, про поддержку Яндекса я уже здесь даже молчу. Скорее всего, это так не работает. Кстати говоря, сейчас можно посмотреть на jetpack.me в разделе Features. Там это прямо самый первый графой стоит. Enhanced Distribution. The Firehose is a stream of public data. WordPress.com Firehose. То есть, есть у них документация туда, куда это рассылается. Пожаберу, XMPP, PubSub, StyleXML. То есть, да, он во всякие разные штуки отправляет. Работает ли это быстрее? Не знаю. То есть, они предпочитают думать, что да, комментарии даже отсылают. Может быть, может быть. Но вот это, пожалуй, единственная фича, которая, работа, которая не совсем ясна. Ну, про описание грамматика тоже это автоматиковская штука. И которую ничем нельзя заменить. То есть, ну, не знаю. Ради нее одного и включать jetpack управление. Это штука, которая позволяет нам через ту консоль работать. Да, через wordpress.com. Как раз я думал сначала, что через JSON API она работает. Но нет, она работает через вот это управление, которое реализовано, может быть, тоже через JSON. Кто его тут знает. WordPress – это плагин по бэкапу. То есть, он платный. Можно посмотреть тарифные планы и цены. Он будет бэкапить ваш сайт, смотреть статы по протекту там и так далее. В нужный момент вам саппорт всегда подскажет. Восстановит из резервной копии. Наверное, для тех самых пользователей, для которых jetpack – это избавление от мук. Для них это будет удобно. Ну, это можно смотреть, когда automatic отчитывается по финансовым кварталам. Сколько им какие сервисы приносят деньги. И как-то анализировать на основе этого всего. Вот такие фичи у jetpack 3.7.2 появились. Я сейчас даже прям при вас его деактивирую. Отсюда от греха подальше. Пишите в комментариях, какие из этих фич вы считаете самыми важными. Какие вы считаете. Вообще не нужно было добавлять. И самое главное, не то, что вы считаете. Какие из них вы реально используете. И имеет ли это вообще смысл. Подписывайтесь на канал, на наши соцсети. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Гугл+. Ставьте звездочки нам в подкастах на iTunes. И следите за следующими роликами. Удачного всем дня. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...